Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители! Канал Добра и Позитива приветствует вас сегодня, 23 января 2013 года, на нашей замечательной кухне. Сегодня будем готовить необычное блюдо, сегодня будем готовить тунца по декорным соусам. Сразу хочу сказать, что сегодняшнее блюдо будет отличаться от предыдущих наших приготовлений, там каши и всего остального. Потому что сегодня особенный день, а какой, скажу чуть попозже. Итак, посмотрите, что мы сегодня купили. Сегодня мы приобрели вот такое вот филе, ну не филе, как сказать, стейки тунца. Вот так вот они выглядят. Потом расскажу чуть попозже о ценах на все эти продукты. Значит, мы его помыли, приготовили. Значит, опять же, все те же самые наши прованские травки нам пригодятся. Пригодится морская капуста для украшения нашего блюда. Соус табаско по вкусу, вы знаете, я люблю острое. И икра. Не пугайтесь, икра черная, но не осетровая. Икра палпуса стоит, в принципе, недорого. Каждый себе может это позволить, пускай не каждый день, но иногда. И нам пригодится еще хумус. Вот так вот он выглядит. Тоже потом сами все увидите, для чего это все нужно. И приготовили небольшую панировку. Значит, добавили муку, немножко дижонской горчицы, соль, перец по вкусу и опять же прованские травы. В предыдущих роликах многие подписчики спрашивали, что же такое прованские травы, что в них входит туда-сюда. Отвечаю. Значит, в прованские травы входят орегано, розмарин, шалфей, что еще там входит? И, по-моему, душица, лаванга. Вот я вот покупаю все вот эти травки маленькими пакетами, все это смешиваю, у меня получаются прованские травы. Ну, где-то я когда-то об этом слышал. Итак, нам сегодня пригодится вот такая вот большая кастрюля. Маленький делаем огонек, налили немножко маслица и, значит, обваливаем в нашей панировке нашу рыбку. Вот. Почему мы делаем, соответственно, в кастрюле все это дело блюда, я вам объясню. Потому что, вы уже заметили, мы люди аккуратные и, соответственно, когда ты делаешь все это, жаришь в сковородке, то все брызги и жир летит по кухне. Для того, чтобы этого не было, мы делаем это в глубокой кастрюле. Тунца мы купили свежего, буквально при нас в магазине его настругали на кромсале. Вот. Вот так вот выкладывается кунец на сковородочку. Рыба свежая, поэтому она приготовится очень быстро. Я думаю, в течение 50 минут она будет готова. Ну, кто-то ее делает в духовке, кто-то ее делает на сковородке, как мы. Ну, вот мы сегодня решили приготовить ее на сковородке. Кастрюль. Значит, помимо сегодняшнего вот такого у нас праздничного обеда, у нас будет еще с вами салат с морепродуктов, с помидорчиками и с базиликом. Никакой картошки. И никакой картошки, никаких гаммогеров. Стараемся питаться правильно. У нас же канал Добра и Позитива и Правильного Питания. Кстати, спасибо огромное всем тем новым подписчикам, кто подписался на наш канал. Я думаю, что в ближайшее время вы много еще интересного узнаете из наших передач. Интересно. Итак, пока наша с вами рыбка стоит на медленном огне, мы с вами постараемся приготовить быстро и оригинально салат с морепродуктов. Значит, сегодня в магазине мы купили две пачки морского коктейля, в который входят осьминожки, мидии, креветочки, кальмарчики. Вот, я сюда добавил немножко морской капусты, которая тоже стоит в магазине совершенно недорого. Она у нас и пошла для украшения блюда. Вот. И прекрасные помидорчики. Сейчас как бы зима, поэтому помидоры не совсем, как бы, можно сказать, там, скажем так, с грядки, но тем не менее. Итак, я люблю, когда помидорчики, да, нарезаны крупно. Вот эту сердцевинку мы убираем. Так. Я люблю, когда помидорчики нарезаны вот практически вот так вот, на четыре части. Так. А я люблю дольками. Кто-то любит дольками, кто-то любит вот так вот. Ну, помидоры, на самом деле, в принципе, свежие и хорошие. Пахнут ароматно. Вот у нас уже потянуло запах обрывы с плиты. Сердцевинку вырежу. Да. Вот так вот все это выглядит. Можно добавить соль, перец по вкусу. Ну, я добавляю, кстати, очень хороший есть рецепт, можно добавить вместо, ну, не вместо, а вместо какого-то там, не знаю, там, другого соуса, я добавляю ложку меда в салат. Ой, очень вкусно, надо добавить будет. Еще. И берем, режем базилик. Базилик. Ой, как он пахнет, ребята, я вам не передаю. Прям. В горшочке мы купили. Мы купили его в горшочке, да, он такой очень аппетитный, очень хороший. Сейчас немножко посередим нашу реку, чтобы она у нас не пригорела. Видите, да? За счет того, что панировочка такая вот, с горчичкой у нас, да, и в муке это все дело выглядит, соответственно. Она не пригорает. Еще раз подчеркиваю, тунца надо жарить на медленном огне. Можно прикрыть крышкой, чуть побыстрее будет готово. Ну, для того, чтобы все-таки у нас кино получилось более эффектное, да? А масло у нас в кастрюле от чего осталось? А, масло! Хороший вопрос. Я добавил масло с москового коктейля. Я уже говорил в предыдущих роликах, я человек экономный. Помидорок из... Да, да. И вот так вот у нас выглядит перевернутый тунец. Можете посмотреть, как он выглядит. Это масло осталось от артишоков? Да. И от помидоров сушеных. Да. Итальянских. Да, вот так вот все это выглядит. Так, а мы с вами делаем дальше салат. Я тоже люблю крупную нарезку везде. И в зелени. Прямо можно пальцами рвать. И в помидорчиках. Можно и нарвать, но я вот как бы режу. Вот так вот все это добавляется сюда. Немножко мы оставим базилик для украшения нашего блюда, как бы в конечном результате. Покрупнее порежь. Аромат просто стоит уже нереальный. Вот это сегодняшнее блюдо я оцениваю приблизительно. Если так посчитать деньгах, то это будет стоить где-то на двоих в районе 300 рублей. Ну, за счет того, что все-таки икра была куплена, и тунецкий дешевый. Ну, что-то захотелось сегодня. А теперь я вам что хочу сказать. То, что у нас сегодня с Викторией Викторовной годовщина нашей свадьбы. Вообще-то 19 лет официально, а знакомым мы 20 лет. Поэтому, в принципе, мы отмечаем сегодня 20-летний наш юбилей. И, соответственно, у нас такой праздничный обед-ужин. Да. Так что, вот ответ на тот вопрос, почему мы сегодня делаем тунца по декорным соусам. Итак, рыбка у нас уже практически готова. Я думаю, что в течение 3-4 минут она будет до конца зажарена. Вот. Так. И, значит, посмотрите, какой у нас получается салат. Вот так вот он выглядит. Я добавляю в этот салат немножко перчика. Так. И я в салат добавляю оливковое масло. Оливковое масло есть разное. Лучше добавлять экстра-верджин. Вот это масло мы привезли, если я не ошибаюсь, то с Туниса. Да, с Туниса. Вот. Добавляем немножко оливкового масла. И ложку меда, как я вам говорил. Хватит. Так. И вот такой вот мед. А мед откуда? А мед, по-моему, тоже. Не то с мальтой, не то еще откуда-то, в общем, точно не помните. А бальзамический уксус еще. Вот такую небольшую ложечку меда мы добавляем в салат. Так. И вот такой вот у нас еще есть, видите? Вот такой бальзамик. Из вина Рехи 2005 года. И вот такие мы делаем движения. Чувствуете? Ну, конечно, камера не передает такой аромат. А Виктория Викторовна чувствует. Все, собственно. И все это дело перемешивается. И вот такой вот у нас получился аппетитный морской салат. И вот так вот он выглядит. Вот так вот он выглядит. Так. Салатик готов. Тарелочки. Посмотрите, дорогие наши телезрители. Вот так вот они выглядят. Немножко засервированы морской капустой. И сушеными помидорами итальянскими в оливковом масле. Вот так вот они выглядят. Так. Скоро наш тунец по декорным соусам будет готов. Кто не подписался на наш канал, обязательно сделайте это в ближайшее время. Кнопочка где-то внизу. Мы ждем тысячного подписчика. Тысячного. И для тысячного подписчика будет сделан отдельный классный ролик. Это я вам обещаю. Даже можете заказать или какие-то предложения сделать. Какой ролик вам сделают. Ждем. Тысячного подписчика. Так. Ну что. Наша рыбка-то практически готова. Как проверить рыбу? Готова она или не готова? Можно взять острый киножечек. И немножко сделать вот такие вот проколы. Соответственно, если консистенция рыбы такая, что, ну скажем так, водичка из нее не выходит, да, то рыба готова. Я люблю рыбу свежую, не пережаренную и не пересушенную. Так. И чтобы масла много не было. Практически готова наша рыба. Выкладываем. Так. Сейчас я вам покажу. Виктория Викторовна, вы камеру приблизите, я вам сейчас покажу, что мы будем делать. Значит, берем наш хумус. Вот так вот он выглядит. Соответственно. Ой, помедленнее. Сейчас. Берется чайная ложечка и берется икра палтуса. Так вот она выглядит. И теперь мы делаем с вами вот такие вот вещи. Мы берем хумус. Да? Немножко намазываем. Вилочкой попробуем. Ну, можно вилочкой, можно ложечкой. Чтобы красиво было. Да. Вот так вот это все выглядит. Так. Ммм, вкуснятина ням-ням. Ой, ням-ням. В Израиле будут рады, что хумус нашел новое применение, а то они его только на хлеб мажут. И теперь берем вот так вот икорочку и вот так вот все это дело располагаем на рыбе. Мне побольше икорочки клади. И у нас получается такой как бы сэндвич. Только из правильных, вкусных и хороших продуктов. Морских. Да. Заметьте, все было приготовлено очень быстро, очень классно и правильно. Хватит икорки. Вот, 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 вот так вот будет выглядеть наше блюдо. Ваши вилочные. И последний элемент нашей сегодняшней программы. Это вот так. И к сегодняшнему блюду я вам хочу порекомендовать. Покажите. Виталий Леонидович, вот такие вот вина. Хотя, очень белые. Кстати, вот все сейчас вот говорят, что к рыбе белое вино или розовое, к мясу красное вино. Вот поверьте мне, я немножко разбираюсь в этом, но хочу сказать, что если вам нравится красное вино к рыбе, пейте красное вино к рыбе. Поэтому все границы сейчас стерты абсолютно. Поэтому подписывайтесь на наш канал, и вы еще очень много всего узнаете. Всем добра и позитива. Хорошего дня. И не забудьте сегодня сделать приятное своему близкому человеку. Чао. Пока. Пока.